МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире по-прежнему ННТВ. Вы смотрите программу «Объективно интервью». Игорь Николаевич Наренков, мой сегодняшний гость. Здравствуйте! А в своей нынешней роли вы в нашей программе в Перме представлю как положено министр экономики и конкурентной политики Нижегородской области. Вот с этого мне бы и хотелось начать. Вот это самая представка конкурентной политики Нижегородской области. Я так понимаю, речь идет и о стратегиях развития, и о сопоставлении себя с другими регионами. Вот если можно чуть подробнее, что такое конкурентная политика? Раз. И что за стандарт конкуренции? Второе место в Российской Федерации у нас. Очень интересный вопрос. И действительно, вы правильно заметили, что вот эта приставка к Министерству экономики, она появилась не случайно, и появилась совершенно обоснованно. Поскольку Российская Федерация некоторое время назад взяла в том числе тренд на развитие стандартов развития конкуренции. И здесь, в общем, мы посчитали, что объективно необходимо этот флаг поднимать. И почему мы вторые? Нам удалось поучаствовать в пилотном проекте, который организовало правительство Российской Федерации. Мы действительно были в числе прочих субъектов. А Москва и Питер в списке? Что? Москва и Питер в списке? Москва и Питер, Питер не знаю, Москва в списке. То есть мы вторые тут только после Москвы? Нет, совершенно нет. Вы удивитесь, но мы вторые после Воронежа. Вот так вот. Да, то есть здесь на самом деле крупных регионов в списке первых нет. Наверное, ну, видимо, в силу состава все-таки экономики, в силу того, что это достаточно крупные регионы, наверное, тут затруднительно дать какой-то результат, а еще больше всего, наверное, организовать эту работу. Вот. Ну, если говорить более подробно про конкуренцию, действительно, мы вторые. И в основном, значит, вот это вот наше место, оно было определено в Российской Федерации аналитическим центром при правительстве Российской Федерации за счет того, что те методики, которые рождались на федеральном уровне, они, наверное, в Нижегородской области наиболее все правильно легли на экономическую основу нашей деятельности. Основная работа в части развития конкуренции, она как раз и находится в плоскости анализа рынка, в плоскости анализа конкурентоспособности экономики, а еще больше всего вот такая серьезная и значительная часть, как респонденты оценивают развитие экономических процессов Нижегородской области. Ну, поскольку она сама по себе не развивается, то есть это такой очень серьезный глубокий разрез экономических предприятий, предпринимателей, малое и среднее предпринимательство. И вообще все ключевые отрасли Нижегородской экономики, они как представители принимали участие как раз, наверное, в оценке, где Нижегородская область находится с точки зрения развития конкуренции. Да, потому что ведь внутреннее самоощущение, даже отличненько, это одно, а вот этот вот элемент, если угодно, соперничество, а, так сказать, приглядки к остальным, подтягивание в случае, если ты понимаешь, что ты пока еще не на том уровне, совершенно другое, а выстрелить нет, как думаете? Вы знаете, на самом деле, вот у меня-то, как у руководителя этого министерства, задача-то она немножко все-таки в более такой практической плоскости находится. Но действительно, те проблемы, которые наши респонденты нам предъявили при анализе конкурента, конкурентности в Нижегородской области, они как раз, наверное, определяют одни из основных направлений работы Министерства экономики, работы техотраслевых министерств и дальше уже муниципальных образований для развития этого процесса вообще в целом в регионе. Вот, поэтому, если, ну, у людей будет какой-то интерес посмотреть, чем мы занимаемся на самом деле в положении Министерства экономики, они найдут достаточно большой спектр обязанностей, за что Министерство отвечает. Вот, ну, в частности, есть основополагающие вещи, такие как прогнозирование социально-экономического развития, программное планирование. Но есть еще вторая часть вопроса, которой Министерство экономики занимается на уровне регулятора в рамках тех полномочий, которые федеральное законодательство нам предъявляет. То есть это развитие контрактной системы, это закупки государственные и муниципальные закупки, это закупки отдельных видов юридических лиц, сейчас к этим закупкам добавились новые правила, по которым определяются подрядчики для фонда капитального ремонта. То есть фактически это вот как раз изменения в системе закупок вообще по всей области прошлого года, вот если можно два-три ключевых. Изменения какие вы имеете? Изменения в организации закупочных процессов. Вот, кстати, это произошло, вот если говорить о 44-м законе, переход с 94-го на 44-й произошел в 2014 году. Если можно, для тех, кто, так сказать, в школе не изучал экономику, в чем он заключается? Смысл перехода был в том, что 94-й закон значительным образом регулировал саму процедуру выбора. Там были определены способы, условия, требования к документации, требования к участникам, требования к заказчику и так далее. 44-й закон идет немножко дальше. В 44-м появились такие более широко понятия планирования закупок, более широко понятия планы, графики закупок, введено понятие нормирования закупок, но еще на самом деле очень много всего, что позволило бы субъектам экономической деятельности подготовиться и принять участие, обоснованно принять участие в закупках. С точки зрения поставщика. Вот эта вот метода стала проще для тех, кто в ней участвует и прозрачнее для гражданского, я извиняюсь, населения. Прозрачность это вообще как бы основной принцип контрактной системы. Я думаю, что, наверное, для кого не секрет. Все, что происходит в закупочном процессе по государственной и муниципальной нужде, это все единый сайт, это все можно посмотреть, посмотреть практически в онлайн-режиме. Поэтому здесь в данном случае процесс обеспечен. С точки зрения доступности, ну, как сказать, любое законодательство, к сожалению, оно развивается. И иногда вот это развитие, оно сопровождается введением определенных таких правил, которые немножко утяжеляют процесс. Здесь можно, в общем, наверное, по этому поводу, кстати, надо отдельную программу делать, потому что процесс очень интересный. Да, я с удовольствием приму. Это на самом деле очень такой индивидуальный процесс. И здесь необходимо все-таки разъяснять нашу позицию. То есть, ну, ни в коем случае не надо понимать, что администрации, муниципальные или государственные заказчики являются неким ограничителем закупок. Совершенно нет. Я как регулятор могу сказать, что у меня до сих пор существует очень серьезная потребность найти способ привлекать к закупкам как можно большее число субъектов экономической деятельности. Это наша задача. Вплоть до того, что, ну, я не знаю, уговаривать как-то учиться, там, получать все необходимые, там, электронные ключи, тратить на это определенные средства и привлекать и обучать специалистов. А надо уговаривать или есть механизм сделать это в обязательном порядке? Ну, дело в том, что участие в закупках, оно, как сказать, оно не обязательно, оно зависит от желания компании, которая хочет что-то для государства продать. Понятно, что это основано на потребности, и мы эту потребность, но по основной части потребности мы сформировали нормы, то есть есть описание объекта закупки, то, что органы исполнительной власти и муниципальное образование планируют в течение года покупать для своей деятельности. Вот, но для того, чтобы поучаствовать в системных торгах на что-то новое, может быть, на какие-то новые технологии, то, что используется непосредственно экономике. Здесь надо готовить, совершенно верно, да, они все готовы организационно. Ну, кстати, в том числе и заказчики не всегда готовы описать какой-то технологический процесс, особенно тот, который находится в области инновации и так далее. То есть здесь есть определенные сложности, но вот мы стараемся в этом направлении работать. Ну, дай бог, потому что в противном случае оказывается, что те, кто вовремя разобрался в этих хитросплетениях, они фактически, минуя всякую конкуренцию, предлагают нечто, что, может быть, государство получило или область получила бы на порядок выше, будь побольше участников, когда было бы выбор. Да нельзя миновать конкуренцию, вот как хотите. Вот как хотите, нельзя в существующей технической сфере миновать конкуренцию. Другое дело, что иногда... Минимизировать. Иногда действительно кто-то хочет выходить на торги и готов выходить, и они выходят, а кто-то хочет, но технически не готов. Но это, извините, ну, это конкуренция уже между хозяйящими субъектами. То есть если один готов больше технически и организационно, чем другой, ну, здесь вот мы, к сожалению, всегда можем что-то поделать. А тем более, если вмешиваемся в этот процесс, как раз есть повод обвинить нас в ограничении конкуренции или в организации недобросовестной, в лоббировании. Поэтому мы здесь балансируем на таком достаточно вот тонкой, что называется, полезу и бритву идем. Преклят без вмешательства. Тогда вот, ну, классический вопрос к вам, он уже в сторону общего. Вот, пожалуй, одна из ключевых задач – это прогнозирование экономического развития, как на сегодня. Вот тут я просто спрошу, что планируется в Нижегородской области в плане развития в наступившем году. Так и, если угодно, стратегия развития. У населения часто возникает вопрос, что это такое. Хотя даже на примере семейного бюджета, если не думать о том, чем ты будешь жить на следующей неделе, на этой все хорошо, а дальше могут обнаружиться очень неожиданные вещи. Вот что такое стратегия развития? Наверное, со второго начну. Дело в том, что, если не знаешь, куда идешь, можешь прийти не туда. То есть это такая вообще распространенная фраза. И зайти слишком далеко, не по тому пути. И можно зайти далеко, где будет точка невозврата или будет совершенно другое направление. Но вот Нижегородская область для себя и правительство, администрация Нижегородской области, да и вообще, наверное, не только администрация, но еще и отдельное муниципальное образование, которые принимали активное участие в подготовке стратегии. Это было в 2006 году. И я тоже, в общем-то, как бы мне посчастливилось на самом деле поучаствовать, потому что я в 2005 году пришел работать в Министерство экономики Нижегородской области. И мне действительно в 2006 посчастливилось поучаствовать в ряде рабочих групп, которые проводились для того, чтобы очень точно определить все-таки те направления развития области, которые нас бы ждали в перспективе до 2020 года. То есть стратегия формировалась тогда на 15 лет. Основные направления, наверное, цель вообще самой стратегии, это, безусловно, было повышение качества жизни населения Нижегородской области. Это основной лейтмотив, который проходил через стратегию. И для этого, собственно говоря, она и разрабатывалась. Ну и, собственно, в этой стратегии было определено несколько приоритетных направлений. В основном направления развития промышленного потенциала Нижегородской области. В частности, которые сейчас, и тогда, и сейчас, они стали в основу всех программ основного объема финансовых обязательств Нижегородской области. Для того, чтобы все-таки вот к 2020 году эти показатели были достигнуты. Ну, например. То есть мы планировали, они и сейчас есть в стратегии, в качестве отраслевых приоритетов было определено автомобилестроение. Был определен в качестве приоритетов научно-образовательный комплекс, информационные технологии, пищевая промышленность, химико-фармацевтической промышленности. Ну и если, скажем, сейчас... Да, и вот эти вот целевые показатели, они были, ну, как сказать... Это не то, что вот отодвигают, отодвигают от нас, а мы пытаемся там добежать, догнать, совершенно нет. То есть это позволило в течение этого времени выстроить плановую работу. Соответственно, при подготовке прогноза социально-экономического развития, вот эти показатели, которые экономика области должна достичь к 2020 году, темповые показатели, они были, в общем, ложились всегда в основу подготовки прогноза социально-экономического развития, бюджетного прогноза, а дальше ложились в основу всех программ, которые мы формировали для достижения определенных целей, для финансирования конкретных мероприятий. Вот с момента начала работы над этим проектом, так назывался план развития Нижегородской области, до 2020 года, сейчас уже 2017, можно делать кое-какие выводы. Много ли за это время пришлось вносить корректив? Пожалели ли вы о каких-то направлениях, которые, в общем-то, оказались, что пошли не совсем так? Пожалели ли вы о том, что вовремя не внесли что-то, что пришлось довносить по ходу? Вот насколько гладко она шла? Стратегию развития Нижегородской области изменения не вносились ни разу. И никто не планировал эти изменения вносить, потому что это действительно те знаковые целевые показатели, которые, несмотря на внешнеэкономические условия и внутренние условия... Да, вы же не могли предвидеть кризис, который наверняка вот так все перевернул. Не могли, совершенно право вы, не могли предвидеть эти вещи. Поэтому мы наблюдаем действительно процесс, когда в период экономических спадов отдельные мероприятия не позволяют нам достигать тех целевых показателей из года в год, тех планов, которые мы для себя ставили. Но в большинстве своем это все-таки макроэкономические показатели, влияние на которые, к сожалению, ни один субъект в Российской Федерации не имеет. То есть это и внешние факторы, и вот посмотрите, что происходило с 2014 года, то есть введение экономических санкций, то есть это такие достаточно серьезные вызовы. То есть то, чего и предположить на момент написания изначальной программы, было просто нельзя. Да, невозможно было. Было все хорошо, на самом деле, 2006 год, никто и предположить не мог, что мы пройдем через несколько кризисов. Это было и 2008 год, и 2014. Достаточно серьезное было испытание для нижегородской экономики. А вот ваши ощущения, сейчас уже, наверное, можно об этом говорить, а прошли, вот даже не на примере области, а на примере страны. Ведь нас пытались загнать вообще в такие условия, а ощущение, что в принципе прошли, не без потери, но прошли. Вообще, я считаю, что если новый министр экономического развития предполагает все-таки план экономического развития, то, наверное, есть ощущение, что как бы вот те обстоятельства, которые повлияли на экономический спад, они заканчиваются. Поэтому я думаю, что, ну, больше всего, конечно, проще все-таки определять по себе, по Нижегородской области. Понятно, что мы делаем это на основе показателей статистических каких-то индикаторов, но тем не менее, даже если сейчас подводить итоги 2016 года, и, собственно говоря, чтобы показательно это было, ну, вот мы взяли вот последний раз сравнение с 2013, то есть до вступления всех этих событий. Но надо сказать, что та структура экономики, которую мы имеем в Нижегородской области, а у нас в основе ее лежит промышленность и переработка, она дала нам возможность обеспечить рост физических объемов к уровню 2013 года на 9%, а обработка на 11%. То есть это как раз вот те показатели диверсифицированности экономики, которые не позволили нам упасть. Вообще, как интересно, вот невольно сунаешь ведь постоянное сравнение с 1913 годом, там вот это тоже массовая статистика, как раз привязанная, любопытно было бы как-нибудь при случае в отдельной передаче, а может быть и за кадром провести параллели с разницей в 100 лет. Надо историков приглашать. Пригласим. Знаете, вот о чем хотелось спросить, уже так, что называется, ближе к конкретике. Долгое время поднималась, потом на какое-то время затихла, так называемая тема моногородов. Вот это тоже неизбежно привязано было и к санкциям, и к экономическому кризису. Есть точки, которые фактически существуют и прирастают населением за счет одного большого градообразующего предприятия, вокруг которого, порой построенного в чистом поле, возрастает город, город, город. А потом получается, что, скажем, этот большой завод уже не нужен. Или его купили нерадивые люди, так сказать, не могли тянуть дальше. И население вынуждено, теряя работу на этом предприятии, либо придумывать, как кормить семью, либо уезжать. В нашей области такие моногорода есть. Вот ощущение от их жизни, с вашей точки зрения, и, возможно, или невозможно, проводимая работа по развитию. Действительно, в Нижегородской области есть территории, которые называются монопрофильными, которые входят в число 319 моногородов вообще в принципе в Российской Федерации, и 12 моногородов на территории Нижегородской области. То есть это такой, ну, скажем, не совсем как бы негативный, но тем не менее один из таких средних показателей на территории одного субъекта 12 моногородов. Но Российская Федерация разделила все моногорода на три категории. То есть первая категория – это те моногорода, где как раз вот те самые обстоятельства, о которых вы сказали, наиболее серьезно проявились. Имеется в виду и поведение собственников, и негативные ситуации, оценка населением, происходящего на монотерритории. К счастью, у нас таких нет моногородов. То есть у нас есть 6 моногородов второй категории, и 6 моногородов третьей категории. А вторая, третья – это просто по степени, так сказать, тяжести, или что угодно, легкости? Да, совершенно верно, по степени тяжести. То есть есть вторая категория – это моногорода, в которых негативной ситуации нет, но она возможна. А третья категория – это там, где социально-экономическое положение оценивается как стабильное. Так сказать, на смену заводу, который кормил всех, пришло нечто, что всем так же не приходится разъезжаться. Нет, 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 не совсем так. Все-таки отношение к категории моногородов, оно как раз и в первую очередь завязано на том, что налоговый потенциал этой монотерритории обеспечивается за счет функционирования якорного предприятия. Поэтому во всех 12 такие предприятия действительно есть, и в объеме производства это значительная доля на этой монотерритории. Соответственно, и по большей количеству людей работают на этом предприятии, и структура занятости, она как раз и позволяет отнести их по смыслу к моногородам. Другое дело, что социально-экономическое состояние этих монотерриторий пока не дает, ну скажем... Спать спокойно министрам. Ну, беспокоиться не дает точно, спать спокойно не дает. И спокойно скажете тоже. Но здесь предполагается в любом случае определенная работа для того, чтобы монотерритория могла избавиться от этого статуса. И сейчас в Российской Федерации предпринимается ряд конкретных шагов, чтобы это произошло. Но в первую очередь хочу сказать, что работа сейчас данная построена на системной основе. То есть сейчас все 319 моногородов находятся в программе комплексного развития моногородов Российской Федерации. Сформирована программа. Эта программа относится к 11-ти приоритетным направлениям Российской Федерации. Она уже работает, да, совершенно верно. То есть первый этап этой программы – компетенция. Компетенция, да. То есть как бы у нас 5 моногородов направили в свои группы, они обучились. И с февраля месяца мы начинаем обучение следующих. Ну вот я, в частности, возглавляя группу по Павлу, мы поедем буквально 17-го числа учиться в Москву с тем, чтобы именно на этом обучении подготовить и защитить проекты, по которым будет привлекаться финансирование. И вот еще один вопрос из излюбленных, как раз на фразе «привлекаться финансирование». Очень всегда нравится и очень приятно. Конечно, никто не хочет быть дотационным регионом, но даже обычному региону всегда приятно на какие-то свои задумки и начинания получать поддержку правительства и получать поддержку федерального бюджета. Вот особенности привлечения федерального бюджета в Нижегородской области, скажем, на перспективу. Радоваться или, так сказать, нам сверху намекнули, что пока надо пояса затянуть? Сверху намекнули, что нужно участвовать. Причем не только сверху. Значит, губернатор Нижегородской области всем министерствам поставил такую задачу, то есть активизировать работу по привлечению средств федерального бюджета. Ну и, собственно говоря, мы над этим работаем. Ну, можно для сравнения взять такой показатель. В шестом году было 2 миллиарда привлечено, а уже в шестнадцатом — 40. То есть это в 20-кратное увеличение как раз той поддержки, которая с федерального центра идет. Но идет она на конкретные вещи. То есть где-то треть из этой суммы — это социальная сфера, треть этой суммы — это крупнейшие наши проекты, типа мост, аэропорт и так далее. И треть суммы получают непосредственно промпредприятия сами. Поэтому здесь во всех этих направлениях есть участие органов исполнительной власти. Ну и в данном случае Минэк тоже проявляет участие для организации этой деятельности. То есть мы как раз и помогаем органам исполнительной власти централизованно подготовить документы для заявок. Ближайшее, что придет или уже пришло. Значит, ну, 1,2 миллиарда рублей — это на ремонт дорог в рамках приоритетного проекта. То есть 584 миллиона федеральных средств пришло на благоустройство. И еще по ряду проектов, которые были инициированы «Единой Россией» на развитие парков, на ремонт домов культуры в сельских поселениях. И еще есть ряд проектов, там по ним финансирование чуть меньше. Но, тем не менее, это тоже работа предполагает подготовку и реализацию непосредственно в 2017 году. Поэтому это вот то, что сейчас, это то, что вот вчера буквально произошло. На уровне вообще хозяйственников остается констатировать лишь одно. Что самое главное, чтобы каждый рубль с денежки, пришедший или сверху, так сказать, скопленный и выделенный или на это направление, был проконтролирован и потрачен вот только печки в дело. Что бывает не всегда и что, наверное, не очень просто отслеживать. Нет, отслеживать на самом деле сейчас очень все просто. Потому что все операции с бюджетными средствами осуществляются в программных комплексах. Причем в рамках приоритетных проектов федеральный проектный офис сейчас заканчивает установку единой системы. Поэтому это будет все в онлайн-режиме отслеживаться, начиная с федерального уровня. Тут нет такого, что куда захотел, туда побежал. Абсолютно нет. Все будет осуществляться в планном режиме. Поэтому, я думаю, позитивный момент будет и результат будет. Именно в этом году мы его все увидим с вами. Ну что ж, ваши слова до богу в уши и всем, кто причастен к этому процессу. Вам я пожелаю все-таки иногда спокойно спать. А министерству новому, фактически, министерству конкурентной политики удачи. И приглашаю вас в один из ближайших эфиров договорить о том, о чем не договорили, об организации закупочных процессов. Ну и посмотреть, как оно пойдет. Спасибо большое. Напомню, что в живом эфире мы по понедельникам в 18.00. Повтор программы по вторникам, как правило, в 11.00, но бывают изменения. Следите за программой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова